Добрый вечер всем! Бог так возлюбил этот мир, что он стал человеком, он сошел на эту землю, потому что люди в этом нуждались, потому что люди нуждались в спасении. Поэтому он стал человеком, он сошел сюда, пошел на крест, умер и воскрес. Это истина. Это жизнь. Если хочешь жить, и не только на этой земле, в твоем теле, если ты хочешь жить по-настоящему, если ты хочешь жить вечно, то просто прими эту истину. Другой истины нет. Истина одна. Истина – это Иисус Христос. Он так сказал о себе. Я дорога, я жизнь, я истина. И есть только одна возможность. Или он врал, или это, что он говорил, это естественно, истина. И если он говорил правду, то тогда спасение только в нем. Или он врал, или говорил истину. Если он врал, то все нормально, живи, как ты живешь сегодня. Но если он говорил истину, то ты должен покаяться. Потому что он говорил о себе, что он Бог. Потому что он говорил о себе, что только в нем спасение. Потому что он говорил, что есть такое, как небеса. И что есть такое, как ад. поэтому если он истина значит это значит что существует ад если ты не покаялся если ты не поверил что иисус это спаситель и господ то ты идешь в ад если ты не родишься свыше то когда умрешь пойдешь в ад конечно если иисус говорил о себе истину но если он врал все нормально уже жить как ты живешь сегодня но я знаю что он говорил истину я знаю что он истина я знаю это потому что он изменил мою жизнь потому что я пережила его силу потому что я видела исцеление потому что я видела освобождение я просто знаю кто он я знаю моего бога я знаю что он говорил истину что он истина я пришла к нему 27 лет тому назад и он всегда со мною я знаю что это мой друг друг я знаю что я могу на него уповать он меня никогда не разочаровал я всегда могу на него уповать я знаю что когда я умру я буду с ним на небесах потому что он верный потому что я верю что его кровь пролилась за меня чтобы даст мне жизни и у меня есть настоящая жизнь не жизнь на этой земле потому что жизнь на этой земле она короткая это чепуха сегодня ты живешь не знаешь что будет завтра сегодня ты здоров завтра заболеешь и что у себя сегодня у тебя есть деньги откуда знаешь будут и они завтра может не будет никаких денег завтра завтра может может тебя уже не будет завтра этого не знаешь никто этого не знает поэтому нужно подумать о жизни сегодня вот здесь и вот сейчас здесь и сейчас подумай о своей вечности это стоит это стоит это стоит потому что если иисус естественно бог если он истина если он говорил истину то есть небеса есть ад если а ты не покаялся ты туда идешь сегодня но в каждый момент даже сейчас эту секунду ты можешь это изменить потому что ты решаешь ты решаешь хочешь ли ты поверить иисуса хочешь ли ты чтобы он был твоим господом и спасителем или нет ты решаешь я тебе предлагаю сейчас жизни ты можешь принять жизни ты можешь принять иисуса но ты можешь тоже отказаться но это твоя ответственность что ты с этим поделаешь что ты сейчас прямо слышишь я тебе советую давай поверь это все я знаю просто о чем я говорю я всегда знала что и что есть что это что это что видят мои физические глаза это только часть часть реальности что это не все я знала что есть сила но сила которая от сатаны она уничтожает и я у меня были мысли о самоубийстве я была очень несчастным не счастливым человеком я не знала в чем заключается вопрос всегда я искала смысла жизни но не могла его найти поэтому я залезала эту эту силу это каудовство но когда я встретила иисуса когда крестьяне рассказали мне что он может изменить мою жизнь что он не на самом деле может даст жизни и я решила что я поверю это в этот момент прямо именно в этот момент все изменилось все изменилось я почувствовала мир я просто поняла что я нашла это чего я искала целую моя жизнь я пережила силу которая намного больше чем эта сила которую которую предлагал мне сатана просто божья сила в ней любовь в ней свет в ней свобода и мир это я пережила это было 27 лет тому назад и бог никогда меня не оставил он всегда со мною я знаю что я бесопасно я знаю что я когда умру и пойду на небеса что он со мной сейчас завтра и всегда что это мой друг не можешь это невозможно сравнить ни с чем на этой земле ни с чем на этой земле не не сможешь сравнить этого что есть в боге я тебе советую ты подумай об этом всем ты помолись сегодня вечером ты спроси бога говорил ли она истину ты естественно открылся людям как иисус христос естественно спасение только в тебе покажи мне ты помолись если ты честно и сердце это сделаешь он придет к тебе и он изменить твою жизнь а на самом деле он просто даст тебе новую жизнь это называется рождение свыше